Друзья, всем привет! На канале Фотограф Германии с вами Михаил Барон и в этом видео я хочу с вами поделиться своими впечатлениями, к чему нам пришлось привыкать в первый год жизни в Германии. Итак, поехали! Когда ты переезжаешь в другую страну, приходится менять полностью радикально всю свою жизнь. И это связано не только с языком, работой, домом, но это как бы такие базовые вещи, понятно, но и очень много таких банальных привычек, на которые вроде как не обращаешь внимания, тоже приходится менять. И, пожалуй, это, наверное, самое сложное, потому что то, к чему мы привыкаем просто годами, не обращая внимания, то, что уже реально входит в наши привычки ежедневные, как вы привыкли делать, куда вы привыкли ходить, что вот, ну, все, что вокруг нас окружает. И приходится в первые несколько лет, ну, по крайней мере, в первый год бороться со всем этим и привыкать к новым вещам. Вот давайте расскажу о том, к чему нам пришлось привыкать в первый год жизни в Германии. И первое, к чему пришлось привыкать, это коммуналка. Но не столько к ценам, хотя нужно отметить, что они здесь достаточно высокие. Опять же, достаточно высокие, если вы просто сравниваете сумму, сколько здесь стоит цена, допустим, на то же отопление, сколько денег нужно потратить на электричество, на воду, на интернет. Это все здесь стоит значительно дороже, чем в любой стране СНГ. Но если вы начинаете сравнивать в процентах от зарплаты, то разница практически незначительная. То есть плюс-минус, если мы считаем от средней или от минимальной, там, от какой хотите зарплаты, то расходы на коммуналку в процентном соотношении плюс-минус такие же. Но это я потом сделаю отдельный ролик, где я прям разберу все в расчете из зарплат, сколько на что тратится, сколько остается и так далее. Я потом сделаю отдельный ролик. Сейчас пока хочу отметить, что цены здесь на коммуналку плюс-минус в расчете от зарплаты такие же. Но дело не в этом. Проблема в том, что привыкаешь к тому, что все по-другому устроено. То есть у себя мы привыкли, что коммуналка считается каждый месяц. Каждый месяц тебе приходят, проверяют счетчики, снимают показания. Потом на основе этих показаний тебе выставляют счета. Тебе нужно с этими счетами либо идти куда-то там в банк, на почту, там, где принимают оплату. Либо, если есть возможность, можно это сделать через приложение, как бы удобно, хорошо, все замечательно, технологии развиваются, все это можно делать. Но так или иначе, ты должен каждый месяц думать о том, что тебе нужно заплатить за коммуналку и сколько этих денег нужно заплатить. Летом ты платишь меньше, зимой платишь больше, в зависимости от каких-то других факторов, может быть, там, электричество, еще что-то. То есть, там, уехал в отпуск, ты вообще не тратишь электричество, нужно платить меньше. Где-то ты просидел дома, прожег много электричества, нужно платить больше. И ты каждый месяц находишься вот в этой стадии непонимания, сколько же нужно будет платить за те или иные комуслуги. В Германии все устроено по-другому. Ну, и никто вам каждый месяц не приходит снимать показания счетчиков, а показания счетчиков снимаются всего раз в год. И на основе этих данных делается разбивка средней цифры по месяцам. Те, кто смотрит мои ролики давно, знают мою любовь к цифрам, особенно к статистике, к средним цифрам. И вот здесь вся страна живет за счет средних цифр на коммуналку. То есть, зимой вы тратите на коммуналку больше, летом меньше, но это неудобно, так как большинство ходит на работу и стабильно получает одну и ту же зарплату. Вот для того, чтобы вам не нужно было на эту тему каждый месяц думать, на основе ваших расходов на коммуналку в течение всего года считается и разбивается ваша сумма ровно на 12 месяцев равными частями. Так, чтобы вы равными частями ежемесячно платили, при том, что вы не платите это сами. Вы подписываете договор и у вас эта сумма автоматически списывается с вашей конты, с вашей карты в определенный день. Вы знаете, что у вас на конте должны быть деньги, у вас они автоматически спишутся, забудете, вы не забудете, поедете в отпуск, еще куда-то. Не важно, вы просто знаете, что у вас вот эта сумма уходит на коммуналку, вы ее оставляете на карте и у вас в нужные дни оно само спишется, вам об этом даже думать не нужно в течение года. Да, конечно, здесь есть один минус, что в конце года должны сделать перерасчет и там, скорее всего, придется доплачивать. Но, опять же, все зависит от ваших расходов, потому что если вы тратили мало, а потом в какой-то год вы резко решили увеличить потребление и начали тратить много, то вам придется доплатить. Но после этого вам сделают перерасчет и в течение всего года вы будете платить чуть-чуть больше и, соответственно, если вы обычно живете, так же, как до этого, в течение года плюс-минус расходуете коммуналку, все услуги примерно так же, то доплачивать в конце года не нужно будет. А если вы чуть-чуть сэкономили и где-то меньше топили, меньше расходовали, то вам еще и сделают возврат. Следующий фактор, к которому пришлось привыкать, это сортировка мусора. Мы к этому вообще не привыкли, мы привыкли в Казахстане у себя все выкидывать в помойное ведро, оно одно, его выносишь на мусорку и все. Там все абсолютно, то есть никакой сортировки, в принципе, мы не делали, но все это заканчивается тем, что у каждого во дворе стоят мусорные баки, которые там с какой-то регулярностью вывозятся, где-то вывозятся лучше, где-то хуже, все это воняет. И как бы, ну и некрасиво выглядит и так далее, все это потом вывозится на свалки и потом эти периодически свалки горят. И, в общем, проблема с мусором достаточно большая, не говоря уже о том, что те же мусорки очень часто переполнены, и так как на улице постоянно ветер, мусор с этих мусорок просто разносится по двору. И во дворах грязно, не от того, что люди ссорят, а от того, что просто куча мусора ветром разносится с мусорок. В Германии нет. Тут вы сортируете мусор, это первое время непривычно, потом привыкаешь. В Германии разделяют по основным категориям. Первое, что отделяется, это стекло. И бутылки, стеклянные бутылки, темные, светлые и так далее, принимаются практически во всех магазинах. Там за них дается разная сумма, но сам факт того, что бутылки вы в мусорку не выкидываете, вы их аккуратненько складываете, когда идете в магазин, сдаете, вам делается возврат, и вы просто на эти деньги покупаете продукты или что-то еще. Вторая часть, относящаяся к бутылкам, это обычные пластиковые бутылки, которые также можно сдавать. Когда вы покупаете, вы платите отдельно сумму за содержимое этой бутылки, допустим, мы взяли ту же колу или воду, то есть есть цена за содержимое, плюс 25 центов вы платите так называемый фант за саму бутылку. Потом, когда вы эту бутылку возвращаете, сдаете в этот автомат, вам возвращают эти 25 центов. То есть по факту в итоге вы за эту бутылку не платите, а платите только за содержимое. И при этом не страдает природа от того, что вокруг огромное количество пластика, который не перерабатывается. То есть абсолютно весь пластик, пластиковые бутылки идут в переработку. Следующая категория, которую сортируют в Германии, это картон. То есть очень много картонных упаковок и все упаковывается в картон. Мне кажется, местами иногда даже его слишком много. Но это все компенсируется тем, что весь картон потом собирается, сдается и опять же идет на переработку. Из него потом делают опять же ту же упаковку, какие-то коробки или еще что-то. Это все чаще всего сделано с уже использованного материала по второму, по третьему кругу и так далее. Ну и отдельно считать еще другие отдельные виды мусора. Их где-то сортируют больше, где-то меньше, в разных регионах по-разному. Напишите в комментариях, по каким категориям мусор делится в вашем регионе. Посмотрим и сравним. Потому что где-то категории разделения больше, где-то категории разделения меньше. Следующее, к чему пришлось привыкать, это отсутствие бесплатных пластиковых обычных тонких пакетов на выходе на кассе в магазинах. Да, кто-то скажет, что так и нужно, меньше пластика и так далее. Мне, честно говоря, это не совсем понятно, потому что если бы все отказались от всего пластика, в этом был бы толк. А отсутствие просто обычных тонких пакетиков на выходе не решает проблему пластика как такового, потому что вы в эти пакеты складываете элементарно овощи. Когда вы выбираете, вы купили 2-3 помидора, вы сложили их в пакетик. Купили еще что-то, сложили в пакетик. Опять же, куча разных товаров упакованы, если не в картон, то по-любому в какой-то пластик. То есть от того, что на выходе нет пакетов, не становится какой-то экономией, либо защитой окружающей среды, на мой взгляд. Потому что так как это все потом складывается в отдельный мусорный бак с пластиком, туда же можно было складывать полиэтиленовые пакеты, это тот же пластик, который также можно было бы перерабатывать, как и все остальное. Поэтому мне не совсем понятна вот эта борьба с пластиковыми пакетами на кассе. Но уже как есть, как бы это не самая критичная вещь, но мне непонятная до сих пор. Поначалу было очень тяжело, когда ты приходишь в магазин, вечно забываешь, мы же привыкли у себя в Казахстане, что ты приходишь в магазин и на выходе на кассе берешь пакетик. Да, тут на кассе можно купить различные сумки, начиная от тряпочных, заканчивая до таких плотных, больших. Но, наверное, первый месяц, может быть два, я реально к этому просто привыкал, что нужно, когда идешь в магазин, с собой брать какую-то сумку, для того, чтобы не покупать этот дорогостоящий пакет. Каждый раз у нас поначалу их скопилось очень много, потому что постоянно приходилось брать пакет, в руках ты не донесешь. Потом, когда уже купили машину, стало проще, и мы привыкли к тому, что у нас постоянно в машине лежат пакеты, и ты заходишь в магазин, в супермаркет с трешкой, выходишь, доходишь до машины и перекладываешь в машине все это в пакеты. Но если даже вдруг забыл пакет, можно доехать до дома и взять пакет из дома уже занести. Как бы это небольшая проблема в итоге, но было очень непривычно. Следующее, к чему нужно привыкать при переезде в Германию, это письма. Немцы обожают писать письма. Их приходит очень много. Это то, от чего мы отвыкли в Казахстане. То есть я уже не помню в Казахстане, когда я последний раз писал кому-либо какое-либо письмо. То есть, мне кажется, единственное письмо, которое мы писали, это, пожалуй, письма в Германию. Ну, даже если сказать, что какие-то письма от каких-то организаций мы все-таки получали, наверное, очень-очень редко, но это прям большая редкость. То, чтобы я писал письма, я уже, наверное, забыл и не делал этого лет 20. Да, в Германии письма пишут до сих пор, и кажется, это старомодным. Но на самом деле, в итоге, прожив в Германии всего год, я понимаю, что письма очень удобные. Уже выработалась привычка, когда приходишь домой, каждый день заглядывать в почтовый ящик, смотреть, не пришло ли какое-то очередное письмо. Но у меня нет негатива к этим письмам, только потому, что это очень удобно. Надо тебя о чем-то уведомить. Ты не переживаешь, что где-то что-то пропустишь, еще что-то. Ты просто смотришь в почтовый ящик, и если нужно за что-то заплатить, пришло какое-то обновление, информация, еще что-то, все приходит в одно место. Также, когда ты обращаешься, допустим, в тот же джоб-центр, либо в любую другую организацию, мы привыкли так, что, допустим, в ЦОНЕ в Казахстане сдал документы, потом тебе приходят уведомления, либо тебе говорят, когда прийти, и тебе повторно нужно идти туда же, для того, чтобы забрать какие-то бумажки, либо подтверждения, либо еще что-то. Здесь в большинстве случаев ты пришел, подал заявку, а все ответы тебе придут на почту, и не нужно ходить туда, тратить на это время и так далее. То есть готовые документы какие-то, либо какие-то справки, бумажки тебе просто придут на почту. И тебе не нужно на это тратить рабочее время, выбирать, еще раз идти и так далее. Просто ожидаешься, да, может быть, где-то чуть-чуть дольше, но, тем не менее, тебе просто приходят на почту, ты вечером пришел домой, открыл почтовый ящик и вытащил все необходимые бумажки. Кто-то сейчас начнет сказать, вечно немцы присылают какие-то новые счета, вечно ты ждешь какой-то подляны, и за что-то снова нужно будет платить. Мне кажется, это возникает у людей, только тех, кто вообще никак не ведет какую-то домашнюю бухгалтерию, не считает расходы и, в принципе, их не записывает. Потому что мы за год жизни пока здесь новых каких-то неожиданных счетов не получали вообще. То есть все счета, которые приходили, я знал о том, что они придут, я знал о том, что это нужно будет оплачивать, и каких-то сюрпризов в этом отношении у меня никогда еще не было. Чтобы пришли какие-то письма неожиданно, либо какие-то расходы списались с карты неожиданно, то есть все, куда я подписывался, где я подписывал какие-то документы, бумажки, договора, еще что-то, все списывается, причем с завидной регулярностью в определенные дни. И также какие-то письма приходят, я их ожидаю уже, я знаю, что должно прийти письмо, потом мне нужно будет что-то оплатить и так далее. То есть все ожидаемо, и мне не нужно за этим куда-то бегать, куда-то обращаться. Все приходит в почтовый ящик. Конечно, наверное, в этой истории было сложнее даже не научиться получать письма, сколько научиться их писать. Потому что мы сами письма не писали, и как это правильно делается, на первое время для меня было вообще непонятно. То есть как можно написать письмо куда-нибудь в какой-нибудь госорган. То есть для меня просто даже не представляется в голове возможным о том, что можно написать письмо куда-нибудь в Казахстане, в ЦОН, и попросить что-то оформить, попросить какие-то документы, справки, что тебе их прислали и так далее. То есть у меня даже в голове не укладывается такая возможность. А здесь, да, ты можешь в любую организацию написать письмо обычное, и тебе на него с вероятностью 99% ответят. То есть вот небольшой пример. Допустим, я сейчас занимаюсь документами для подтверждения стажа. Я в пенсионный фонд написал, так и так, я хочу подтвердить свой стаж из Казахстана. Что мне для этого делать? Мне прислали документы, где расписано все подробненько, что нужно сделать, приложены формуляры, которые мне нужно заполнить, и также отправить им по почте. То есть мне не нужно куда-то ехать, в какую-то организацию, вставить термин, договариваться, там что-то заполнять, сдавать, ничего. Я просто в удобное мне время дома все заполнил, запаковал в конвертик и отнес на почту. То есть я сказал, что мне непривычно было писать письма, а здесь это оказывается все очень просто. То есть ты просто пишешь обращение уважаемой дамы и господа, ну естественно на немецком. Вот. Я такой-то такой-то, обычно указываешь свой номер, если это там налоговый номер, или еще какой-то номер в базе, чтобы вас проще было найти. Но в любом случае дальше пишите. Я вам пишу по такому поводу, хочу узнать то-то, то-то, то-то. У меня вот такие вопросы. Перечисляете вопросы, дальше пишешь с уважением имя, фамилия, запаковываешь конвертель, пишешь адрес, обратный адрес и отправляешь. Это можно напечатать, можно написать от руки, без разницы, как бы вы ни написали, вы отправляете, и вам на это письмо ответят. Особенно это, мне кажется, удобно тем людям, которые только переезжают в Германию, когда вам сложно позвонить по телефону и что-то спросить. Вы абсолютно в любой организации все что угодно можете узнать письменно. В последнее время начало все упрощать появление электронной почты, то есть e-mail, которые аналогично, как и письма в Казахстане, мы не использовали вообще. То есть в голове даже не укладывается ни одного варианта, куда бы я мог написать e-mail, для того, чтобы что-то узнать. То есть я даже не представляю этого. Поэтому, наверное, отчасти в Казахстане и в России e-mail практически не пользуются. Ну, какие-то организации, когда рабочий e-mail, там рабочие переписки используют. Но вот личный e-mail используется только для каких-то интернет-сервисов либо еще чего-то. Но так, чтобы его использовать для переписки, допустим, с теми же госорганами, в Казахстане, мне кажется, это невозможно, и там никто e-mail в принципе не пользуется. То есть нет такого варианта. Я бы не встречал, чтобы я там хотел узнать что-то, допустим, ну, в нашем случае, джоп-центр, или, допустим, мне нужно было в ЦОН, чтобы я в ЦОН написал e-mail, и мне на него ответили. Здесь это норма. То есть у меня очень много переписок идет именно через e-mail. То есть мне нужно что-то написать в джоп-центр, в Ауслендер, по поводу ВНЖ, вот я переписывался, еще что-то в какие-то организации, вот, допустим, в пенсионку, да во все остальные, куда бы я ни обращался, я чаще даже пишу не обычные письма, вот обычные письма, наверное, все-таки я пишу крайне редко. Чаще всего я захожу на сайт, нахожу e-mail, и пишу на электронную почту. А вот отвечают уже по-разному. Кто-то отвечает также e-mail на e-mail, а в каких-то организациях в ответ приходит настоящее письмо со всеми бумажками, документами и всеми разъяснениями. Тут уже бывает по-разному, но ответ приходит всегда. Напишите в комментариях, чем вы пользуетесь, пользуетесь ли вы e-mail, пользуетесь ли вы обычной почтой или просто приходите в организацию, каким образом вы со всеми организациями взаимодействуете и какое у вас к этому отношение. Жду ваше сообщение в комментариях, очень интересно будет почитать. Конечно, вся эта ситуация с письмами возможна в Германии благодаря очень классной системе почты. Потому что почта, на мой взгляд, в Германии работает просто идеально, отлично и очень быстро. То есть, если в Казахстане мы даже не пользовались письмами, потому что, по-моему, на лошадях доехать и на тележке куда-то добраться и отвезти письмо самому в разы быстрее, чем это сделать через почту. Через почту письмо может идти в другой какой-нибудь крупный город Казахстана. Допустим, Скороганды отправлял в Алмату письмо, оно может идти неделю. Здесь нет. Куда бы вы ни отправляли письмо, оно, скорее всего, дойдет на следующий день. Ну, может быть, через день. Большие посылки, да, идут в зависимости от направления. Бывает день-два, бывает три-четыре, но вот больше недели я такого не встречал. Если больше недели, это больше от того, что там просто магазин откуда-то все это заказывает, доставляет, переотправляет, еще что-то. Но вот если вы реально отправляете какую-то просто посылочку или письмо по Германии, то оно дойдет, скорее всего, за один-два дня. То есть, абсолютно со всех точек, куда вы можете кинуть письмо, либо это будут просто почтовые ящики, которые стоят на улице, оттуда забирают письма каждый день, либо это будут стационарные какие-то филиалы, которые очень часто находятся в супермаркетах или возле супермаркетов. То есть, вы можете в любой филиал занести письмо отдать, занести какую-то посылку, ее вечером уже заберут, и на следующий день уже она, скорее всего, приедет, куда нужно, ее успеют доставить. Ну, может быть, через день. И цена за отправление письма, вот обычное письмо, стандартное, отправка стоит 85 центов. То есть, зачастую, даже во многих случаях, мне, допустим, нужно что-то, какие-то документы отвезти, если, допустим, ну, пускай возьмем тот же джоб-центр, либо любая другая организация, и мне на проезд нужно потратить денег больше, чем отдать за письмо. То есть, мне гораздо проще, чем поехать, допустим, в город и занести, можно также письма просто кидать, допустим, в тот же джоб-центр, у них есть почтовые ящики на входе, в любой организации, вы можете не через почту отправлять, а сами занести, завести и кинуть. Но на проезд вы просто на бензин или даже на автобус потратите больше времени, сил и денег, чем просто отправить через почту. Поэтому, если к этому привыкнуть, то в итоге понимаю, что почта – это очень удобно, комфортно, классно и быстро. В продолжение истории с e-mail'ами нужно, конечно, выделить еще сайты. То есть, несмотря на то, что про Германию все говорят, Германия – не цифровая страна, она отсталая, во многих местах с интернетом все гораздо лучше, особенно в странах СНГ интернет летает и так далее и тому подобное. Давайте этот момент тоже рассмотрим. Да, возможно, в каких-то крупных городах интернет у вас там где-то в странах СНГ будет работать даже лучше, чем в Германии. То есть, обычный мобильный, такое бывает, но нужно смотреть конкретно где. Где-то лучше, где-то хуже. Но, как только вы куда-то выехали за пределы города, интернет пропадает уже через 10 километров и больше может не появляться. Опять же, на своем примере могу сказать, когда ты едешь на поезде из Караганды в ту же Алмату, это 1000 километров, ты едешь, грубо говоря, 12-18 часов, чтобы там поймать просто интернет, чтобы отправить какое-то сообщение в WhatsApp, это прям подвиг. Ну, где-то можно поймать интернет, когда вы проезжаете какую-то станцию, либо поезд останавливается на станции. В остальном, по дороге интернета нет, в принципе, никакого. В Германии, куда бы ты ни ехал, на поезде, на машине, просто всю дорогу, у тебя работает интернет. Да, возможно, когда проезжаешь какие-то горные массивы, какие-то отдельные места, может, какие-то поселки, еще что-то, где интернет может теряться, бывает такое, не везде все идеально работает, но в большинстве своем работает по всей Германии, ну, по крайней мере, по себе могу сказать, сколько мы уже объездили. Я по дороге обычно включаю себе что-нибудь слушать через интернет, какие-то подкасты, ролики, еще что-то. То есть, пока я еду, я просто включаю себе в наушники и слушаю какие-нибудь рассказы. И вот всю дорогу, без запинок, без прерываний, у меня спокойно грузится видео. Ну, я обычно включаю на телефоне и кладу рядышком, я туда не смотрю во время дороги, просто слушаю. Но сам факт того, что прогружается это видеоконтент, я всю дорогу слушаю какую-то информацию и проезжаю через всю страну. То есть, у меня интернет нигде не заикается, не пропадает. Ну, может, какие-то короткие, там, по несколько минут могут пропадать вещи, но так, чтобы у меня там завис интернет и я не мог смотреть дальше, слушать контент, такого за год не было. Эта же история касается сайтов. То есть, несмотря на то, что очень многие сайты в Германии, ну, достаточно старомодные, да. Не все суперсовременное, но вся вот эта цифровая система в Германию пришла гораздо раньше и сайты все сделали еще тогда давно. То есть, до сих пор в России, в Казахстане очень многие организации не имеют своего сайта. Что маленькие организации, что большие организации. А если этот сайт даже есть, то он обычно не поддерживается, не обновляется, информация о нем устаревшая и доверять сайту у нас просто нельзя. В Германии ты хочешь попасть в какую-то организацию, любую организацию, особенно, что касается ГОС, на все есть свой сайт. То есть, ты можешь название города, точка де, ты натыкаешься на сайт города. Выбираешь какую-то организацию, ее легко найти через Google, вбить название, и вы попадаете на сайт любой организации, где вся информация будет. То есть, либо там можно онлайн записаться, либо там можно скачать какие-то документы, шаблоны, либо еще что-то. На любом сайте вы найдете расписание работы, контактные телефоны, по которым можно позвонить, что-то узнать, контактные e-mail, о котором я говорил, на которые можно написать и ответят. Если будут какие-то изменения во времени работы, еще что-то, вы об этом точно можете узнать на сайте. Какой же у меня был шок, когда я обнаружил, что сайт здесь есть даже у каждого небольшого населенного пункта. И в нашем, в котором мы живем, и даже в небольшом городке Хамбах, в который мы изначально попали сразу после Фридланда, в нем проживание всего там тысяча или две тысячи человек. Но даже у такого населенного пункта есть свой сайт, и он рабочий, и на нем можно прочитать информацию, получить все, что вам нужно о городе, а также можно заполнить специальную форму, если где-то что-то не так. То есть, у вас там где-то обрыв провода, где-то столб упал, где-то там какой-нибудь булыжник из мостовой вылетел, либо еще что-то, что-то сломалось в городе и так далее. По любому поводу, вы можете зайти на сайт, написать, что вот у нас тут, короче, что-то сломалось, надо принять меры. И все, вы пишете, и в течение какого-то короткого времени они приедут, и починят, сделают, исправят. Может какой-то мусор перевернулся, не знаю, еще что-то, я не знаю, то есть там целый список был по поводу чего, можно обратиться просто через сайт, вам не нужно даже писать e-mail, звонить куда-то, вы можете через сайт, оставить заявочку, и они придут, и это исправят. И это не только в супер крупных городах, это реально вот было в нашем городке на 2000 человек. И после этого вы будете говорить, что Германия не цифровая страна. Да, очень часто, когда говорят, что Германия не цифровая страна, имеют в виду банковскую систему, что она здесь отсталая, неудобная, медленная, и что переводы идут несколько дней. Да, это очень интересный и реальный факт. Бывают такие случаи, когда банковский перевод может идти дольше, чем реальное письмо. То есть просто отправить деньги кому-то, какому-то своему другу быстрее почтой, чем банковским переводом. Просто наличку кладете, письмо и отправляете, оно дойдет, скорее всего, завтра. Банковский перевод реально может через три дня. Но нужно сказать, что это не везде и не всегда так, потому что банки тоже есть разные. И когда вы вручную заполняете банковский перевод, вот эту бумажку и так далее, это все делается достаточно долго. Но у каждого банка есть свое приложение, в котором вы можете также произвести оплату, оплатить, сделать все. И многие вещи, в зависимости от банков, от настройки, я уж не знаю, от чего это зависит. Но вот я пользуюсь шпаркассой, пользуюсь еще другим банком. И я могу, не выходя из дома, также отправить деньги с карты на карту, отправить кому-то деньги просто банковским переводом. Единственное, что в Казахстане мы, допустим, пользовались, мы отправляли по номеру телефона контактному. То есть, чтобы указать адреса, ты кому-то отправляешь деньги, было достаточно указать номер телефона. Здесь такого нет, здесь ты пишешь вот этот номер и бан. Но с другой стороны, мне кажется, это гораздо надежнее и удобнее, чем номер телефона, который просто может быть в открытом доступе. И из-за этого там очень много всяких разных мошенников и всего остального начинают тебе звонить и так далее. Ну, мне кажется, что это менее надежно. Хотя я могу ошибаться. По крайней мере, многие мне говорили, что в Германии невозможно перевести деньги. А сейчас я вам скажу, что по собственному опыту перевести деньги также две секунды времени. Просто единственное, вы должны знать не номер телефона своего друга, а вот этот номер и бан, в котором больше цифр, вы его вбиваете и также отправляете и приходит чаще всего вот прям моментально. Ну, в выходные могут быть какие-то задержки. Но это тоже, наверное, зависит от банка, потому что вот вторым банком не шпаркасса, которым я пользуюсь, там переводы проходят моментально. Причем даже если я с него перевожу деньги на шпаркассу, то перевод проходит моментально, просто за секунды, даже в выходные вечером. Кстати, если говорить про счета для бизнеса, то здесь еще интереснее. То есть есть много различных сервисов, которым можно пользоваться для ведения бизнеса. И вы туда вводите данные, они все синхронизируются с банком. И даже когда вы просто провели какую-то оплату, оно автоматически подтягивается в сервис и указывается, какие категории, допустим, вы на что-то потратили, какие-то расходы. И их даже не нужно вручную вбивать в систему, вы их связываете между собой. И как только прошла оплата в банке, она будет автоматически перенаправлена в систему. И у вас в системе все это автоматически зафиксируется. Для этого даже бухгалтер не нужен. Вот так все работает. А вы говорите отсталая банковская система. В Казахстане и России мы все привыкли пользоваться Тугисом. И всю информацию, обычно если как-то найти дорогу, посмотреть время работы, либо посмотреть какую-то информацию о компании, мы привыкли видеть в Тугисе. И развитие этого сервиса связано с тем, что очень плохо обновляется информация в Гугле. То есть в Гугле чаще всего информация недостоверная, ей толком не пользуются. В Германии Тугис, в принципе, вот кто приезжает, ой, тут Тугиса нет, очень неудобно. В Германии все очень удобно есть в одном Гугле. То есть в Гугл-карте вы скачиваете и всю информацию можете найти. И дорогу посмотреть, и расписание посмотреть, и зайти посмотреть время работы, и оно будет актуальным. То есть в любую организацию щелкаете, смотрите время работы, и учитывая, что тут очень часто время работы в разные будние дни могут отличаться, оно все указано в Гугле. Также Гуглом очень удобно пользоваться в дороге, когда вы куда-то едете. Просто вбиваете адрес и выбираете способ, которым вы собираетесь туда доехать. И эти все способы работают. То есть вне зависимости от того, выберите способ доехать на машине, вам покажется маршрут. Если вы хотите доехать на общественном транспорте, работает все, вам покажется весь маршрут, как добраться с помощью поездов, метро, автобусов. Пожалуйста, любым способом вы можете выбрать и добраться. Он покажет весь маршрут, причем показывает полностью вплоть до того, какое время автобусов, во сколько он должен прийти на конкретную остановку. И даже если он задерживается, об этом информация тоже будет в Гугле. Вам покажут, что ваш автобус задерживается, извините, на 2 минуты. Поэтому этой штукой пользоваться очень удобно. Также можно пользоваться, когда вы едете на велосипеде, он показывает еще и велосипедные дорожки, а когда вы выбираете идти пешком, он показывает вам, как можно пройти пешком даже через какие-то дворы и так далее. Ну, какие-то пути, то есть не только по центральным дорогам. В общем, Google карта, это must have, очень рекомендую пользоваться, причем пользоваться, допустим, даже когда едете на машине, даже когда вы точно знаете, куда вы едете. Это я ощутил при езде, но по немецким автобанам. То есть, ну, понятно, ты выезжаешь на автобан, у тебя по прямой, допустим, ты едешь в Берлин, ты выехал на этот автобан, у тебя прямо никуда не сворачивает, там, 300 километров, и зачем вроде как вам Google, когда можно доехать без Google. Но, куда бы я ни ехал, я всегда включаю карту в Google, только потому, что он оценивает пробки. Это тоже очень удобно. Допустим, как я это делаю, вот вам мой совет. Не знаю, пользуетесь таким или нет, напишите в комментариях, но как я это использую. Допустим, я еду в Берлин, я вбиваю возле дома, только сел в машину, карту, куда мне нужно доехать, и он мне показывает, что мне ехать, допустим, там, 4 часа условно. И я знаю, что я выезжаю в час дня, значит, в 5 я должен приехать. Если по пути, он мне показывает, что у меня время увеличилось, то есть, я уже приезжаю не в 5, а в 6, или там, пол шестого, в 6, то есть, начинает увеличиваться время, по которому я доеду. Ну, если я не плетусь где-то 20 км в час, а едешь, как обычно, в нормальном режиме, то, скорее всего, это сигнализирует о том, что впереди пробка, и там случилась какая-то авария, ДТП, и нужно объезжать. Как только я вижу увеличение времени, я смотрю, где красный участок, и стараюсь в него не попадать, потому что, ну, конкретно на автобанах можно встать очень надолго. У нас такой уже опыт был, если ты едешь по автобану, и там произошла какая-то авария, да, они с ней стараются разобраться достаточно быстро, но просто тупо простоять на автобане можно и час, и два. У нас такое было, когда мы час лишний стояли, просто вот весь автобан встал, и все стоят. Никакого движения. Были случаи, когда и два часа стояли, но когда какие-то ремонты потихоньку машины проезжают, там просто какая-то небольшая пробка, она не сильно увеличивает время по карте. А когда что-то конкретное случилось, то там можно, реально, вот у нас были случаи, когда мы два часа просто стояли на автобане, потому что там была авария, И нужно было разгрести, разобраться, помочь людям, спасти и так далее Поэтому Google карты всем рекомендую использовать Даже если вы точно знаете, куда вы едете Особенно, когда вы едете по автобанам Очень удобно, видите, что впереди пробка Объезжаете и не стоите После тех двух случаев, о которых я говорил Я начал этим активно пользоваться И больше мы в пробках на автобане не стояли Хотя проехали очень много И очень много, где по картам они были Еще один момент, к которому долго привыкали Это платные парковки Мы привыкли у себя, что у нас платных парковок в принципе нет А если есть, это какие-то платные парковки Когда ты уже заезжаешь на парковку на сутки На двое оставляешь и так далее А так, что ты подъехал просто к магазину Или подъехал куда-то вдоль дороги Если ты видишь свое одно место, ты поставил машину Здесь, где-то в центре города Найти бесплатное место парковочное Это какой-то подвиг То есть тут даже если в городе находите Какие-то бесплатные парковочные места Чаще всего нужно поставить такой синенький паркшайт под стекло То есть там идет ограничение по времени Сколько можно стоять Вы не можете в таких местах поставить машину на целый день И нужно всегда следить за временем Но даже такие места найти крайне тяжело И чаще всего, куда бы вы ни приехали Любая парковка в центре города Будет платной И цены очень сильно отличаются Где-то эта цена может быть 1 евро в час Где-то 2 А в крупных городах, где-то в центрах Мюнхена, Гамбурга, Берлина Цена может доходить даже до 5 евро в час Поначалу, конечно, это сильно раздражает И поражаешься, начинаешь пересчитывать свои деньги Как это дорого парковать машину Но потом просто к этому привыкаешь, свыкаешься И понимаешь, что как бы парковка стоит денег И уже аккуратненько рассчитываешь время Либо выискиваешь места, где парковка подешевле Потому что очень часто рядом с каким-то дорогим местом парковки Есть какое-то недорогое место парковки Ну где-то лишнее нужно пройти Может быть где-то проехать на автобусе Из-за этого очень часто в Германии очень распространены парковки Так называемые паркинг-унтрайз Которые находятся на окраинах городов Либо вблизи вокзалов где-то То есть куда вы можете приехать, поставить машину Там парковка будет либо бесплатная Либо стоить какие-то копейки То есть там может быть 1 евро за весь день И вы ставите свою машину, пересаживаетесь на автобус И едете дальше на автобусе То есть я сначала не понимал смысл этих парковок То есть зачем тебе такие парковки, когда ты можешь доехать на своей машине Там поставить и все А потом, когда узнал какие цены на парковке в Германии Понял, что это очень удобно И зачастую ты не тратишь ни лишних денег Ни нервов, времени Потому что общественный транспорт развит хорошо И когда ты знаешь, как тебе доехать проще Очень удобно когда ты от дома Доезжаешь до какого-нибудь вокзала Либо какой-нибудь автостанции на машине Там оставляешь машину, едешь на автобусе Особенно если тебе не нужно на этой машине дальше куда-то ездить А вот только доехать туда и назад Так что очень удобно Изучайте и пользуйтесь Ну и последний пунктик в сегодняшнем видео Это салоны красоты Для женщин это очень тяжело В плане того, что специалистов в этой сфере очень мало Цены на услуги достаточно высокие И найти какого-то специалиста Парикмахера Маникюр сделать, либо еще что-то Вот, очень сложно Достаточно дорого И несмотря на то, что даже дорого Очень тяжело найти специалиста и к нему записаться Видимо из-за того, что таких специалистов очень сильно не хватает К ним очень сложно попасть И они так не сильно оперативно отвечают клиентам То есть мы привыкли просто в Казахстане Что любому специалисту ты можешь записаться за 5 минут На любое удобное тебе время Потому что этих специалистов просто огромное количество И они друг с другом конкурируют И если ты не записался Куда-то к специалисту Ты не ответил в течение там 15 минут То скорее всего уже человек записался к другому специалисту Такая же история была у нас, как у фотографов Из-за большой конкуренции среди фотографов Мы отвечали на сообщения клиентов просто в любое время суток Где-то подключали чат-ботов автоматику Либо сами отвечали Ну то есть если клиент написал в 9 часов вечера И ты ему не ответил в течение 5-10 минут То скорее всего он уйдет уже к другому фотографу Мы также и салоны красоты работали И вся сфера услуг так работала в Казахстане Поэтому там все оперативно для того, чтобы забрать себе клиента В Германии из-за того, что видимо людям деваться некуда Никто не парится И ответа можно ждать долго Не то, что вам кто-то ответил в 9 вечера Вы можете написать сегодня А получить ответ через неделю А может быть через 2 просто ответ То есть вас еще не записали Просто ответ, сколько стоят услуги Либо еще что-то То есть в этом отношении у меня большой шок до сих пор Именно от того, что получить ответ от госорганов Письмом значительно быстрее Чем записаться к какому-нибудь специалисту Просто через WhatsApp Либо через сайт Либо еще каким-то образом Конечно в каких-то городах Может быть это работает лучше В каких-то хуже Но пока я вижу общую тенденцию С тем, что это огромная головная боль И специалистов найти крайне сложно А даже как нашел Очень сложно к ним попасть на прием И записаться Потому что либо нет времени Либо они просто не отвечают Очень интересно будет услышать Ваш опыт по части сферы красоты И вообще специалистов услуг В жизни Германии То есть с чем вы сталкивались Быстро ли вам удается записаться На те или иные услуги Либо приходится очень сильно ждать Расскажите пожалуйста в комментариях Мне будет очень интересно Почитать Но с одной стороны Как бы это было бы не печально Даже в этом случае Я смотрю на все с оптимизмом Только потому, что при таком подходе К бизнесу И на столько не избалованных Людях Гораздо проще будет развиваться нам Как фотографам То есть на фоне других людей Которые отвечают очень долго И не дождешься ответа Если наладить всю работу правильно И делать работу быстро Оперативно Оперативно отвечать и так далее Можно себе забрать Достаточно большую долю клиентов Поэтому будем в этой теме развиваться Смотреть Экспериментировать Я думаю, что с нашим опытом работы С клиентами в Казахстане Здесь, в этой сфере Будет развиваться достаточно легко Очень интересно узнать ваше мнение К чему вам пришлось привыкать в Германии Напишите об этом всем в комментариях Давайте обсуждать И до встречи в следующих роликах Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok